Это штука, про которую мы ничего не знаем, поэтому глупо будет смеяться над идеей какого-нибудь искусственного интеллекта, который потом появится и убьет вас за то, что вы над ним смеялись, например. Это мой хороший миг. Так вот, пожалуйста, будьте в диалогах кооперативны. Пожалуйста, не смейтесь друг над другом и не говорите, а ты лох и ничего не соображаешь. Если хотите такое сказать, то будьте добры аргументировать все это. Ну, если очень хочется, то можно, понятно. Ну, если очень хочется, то ты лох и ничего не соображаешь, потому что. И дальше должно быть смысл, как бы. Я не согласен с твоим утверждением, потому что я бы такой утверждал. Я говорю это все более хихоньки и ханойки, но на самом деле у меня вот там есть кочерка, которую я буду не стремяться использовать. Видите, нас обновилось, что у нас обновился. А теперь слово Алексею. Мы сегодня второй раз обсуждаем искусственный интеллект. Причем искусственный интеллект – это такой термин, который имеет очень много значения. Каждый человек немножко пословно понимает то, что у нас есть узкий искусственный интеллект. То есть это современные разные нейронные сети и всякие штуки на компьютерах. Есть искусственный интеллект как подобие человека. Есть идея о сверхинтеллекте. И когда мы сегодня будем говорить, то мы будем говорить в большей мере о той роли, которой будет играть сильный сверхинтеллект в будущем. А будем это говорить потому, что вот эти все уровни искусственного интеллекта, то есть узкие человеческого уровня сверхинтеллекта, они некоторым образом связаны, потому что интеллект усиливается. И, собственно, мы будем говорить об этой связи, как слабый искусственный интеллект может стать сильным с помощью такого пока что еще гипотетического процесса, как самоусиление. Презентация у меня на английском языке. Но я думаю, что большинство людей знают некоторое количество английских слов. И чтобы понять, что self-influiting – это самоусиление. Остальное будет понятно из картинок и из того, что я буду рассказывать. И эта презентация, она, по сути, такой конспект довольно большой наушной статьи, которую я потом в каком-то журнале засуну. И вот так. Что, собственно, такое самоусиление искусственного интеллекта? Есть прекрасный человек Роман Нимпольский, который… Кто знает Роман Нимпольский? Ты знаешь? Кто? Нет, ты знаешь. Киона. Только ты знаешь. Киона знает. Вот. Который написал много интересных статей в искусственном интеллекте и книжку. И он написал исследования систем, обладающих способностью к рекурсивному самоусилению. Был название статьи, если кто-то хочет вдруг… Это название статьи, которое стоит почитать и которое в некотором смысле является основой для того, что я скажу дальше. Но я буду на нее ссылаться время на время. То есть она наиболее… То есть в этой статье у Роман Нимпольского собрано все, что было известно про самоусиление на момент два года назад, а я еще подкидывал эту токку. То есть здесь будет то, что у Роман Нимпольского, плюс то, что я надумал. Вот. И для того, чтобы понять, что такое самоусиление искусственных, нам надо сначала попытаться ответить, что такое сам интеллект. Вот это мы видим кривое распределение IQ в зависимости от циферки, а здесь как она полком распределена, полупопулярно. Ну что же такое интеллект? Есть такая теория, которая математическое обоснование получила в статье Легга и Хаттера о том, что, собственно, интеллект – это мера среднего уровня перформанса. То есть мы можем измерять интеллект по той сложности задачи, которую кто-то может решать. Так он и тестирует. Людям дают тесты и смотрят, как они решают, получат. Но здесь есть два важных слова. Во-первых, это мера, а во-вторых, это средний уровень перформанса. И вот здесь мы видим картинку, как компьютерная программа AlphaGo, как вы знаете, выиграла у Лиси Доля. Но самая интересная была четвертая партия, где она проиграла человеку. То есть искусственный интеллект в целом превосходил человека, но при этом он превосходил только в среднем, а в одной отдельной партии он был слабее. То есть интеллект, он на самом деле описывается не какой-то одной цифрой, а он является, так сказать, многомерной функцией над множеством задач. Потому что разные задачи можно решать с разной эффективностью и, кроме того, есть разный уровень дисперсинга. Например, ты можешь решить 100 задач, а одну провалить. Или решать 50 задач и одну провалить. То есть есть разная вероятность успеха, и это очень важно для того, чтобы для самой идеи о самоусильнейшем искусственном интеллекте. Потому что он не просто должен уметь решать задачи лучше, чем, допустим, человек, а еще делать какое-то маленькое количество ошибок. Если ему будет время от времени ошибаться, то у нас будет происходить такая ситуация, что он выигрывал, 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 а потом бац и тупо провалился. И это для него самого плохо и для нас плохо, потому что он сначала, например, что для нас хорошее дело, потом он ошибся. И вот поэтому нам важно посмотреть, как вот это, его способность решать разные задачи распределена. То есть образует ли она какой-то горб, или если он решает выше какого-то уровня, то он решает все задачи. Кроме того, для нас важно, что искусственный интеллект является мерой. То есть, когда мы говорим интеллект, допустим, у нас есть мера IQ, у нас есть шахматная мера LO. Она измеряет средний уровень, и она может возрастать. То есть, если у нас температура, что там... Но важное свойство любой меры, что она не может усиливать сама себя. То есть температура может расти, но она не может сама себя увеличивать. То есть, должен меняться некий процесс, который ей соответствует. А в данном случае, это процесс, это компьютерная программа, которая что-то с собой делает. В результате ее поведения меняется, в результате ее параметры, которые мы измеряем, они тоже меняются. Вот, и дальше у нас еще часто есть такая тема, что многие, наверное, кто читали Литковского, кто читали другие, кстати. Вот, здесь написано, а потом у нас появится самоусиливающийся искусственный интеллект, и дальше после этого возможно абсолютно все. То есть, у нас есть такое слово, которое... Которое нам, в некоторых случаях, в бумажной слове «магия», если мы его не объясним. То есть, вот появился самый усиливающийся искусственный интеллект, и там нано-роботы полезли из компьютера. То есть, может происходить абсолютно что в этом. Как же с этим быть? То есть, как-то это не очень нужно. Могу сказать, магия, поэта, еще что-то. Для этого мы, собственно, и стали анализировать, что происходит. Мы стали изучать, что происходит внутри самой усиливающейся искусственного интеллекта. То есть, мы как бы заглянули в ядерный реактор и посмотрели, что там под крышкой, какие процессы могут происходить. Вот, Зудковский, он написал такую статью «Микроэкономик интеллектуального усиления», но эта идея у него есть и в других статьях. Что искусственный интеллект, когда он достигнет определенного уровня интеллекта, он сможет обладать... То есть, он будет возьмут коэффициент размножения выше единиц, как ядерный реактор. То есть, он станет умнее, направит этот ум, чтобы стать еще умнее, и еще умнее. То есть, и получается такая замкнутая в себя рекурсивная функция, которая очень быстро экспоненциально растет, примерно как ядерная реакция в атомной бомбе. То есть, соответственно, происходит очень быстрый рост искусственного интеллекта, и у нас из очень простой машины, которая вдруг обрела это качество, появляется сверхинтеллект за какое-то минимальное время. Мы дальше посмотрим, так ли это, что происходит внутри него. Вот мы откроем капот и посмотрим, как там это происходит. И чтобы это сделать, мы возьмем некую модель искусственного интеллекта и представим себе, что это машина, которая состоит из определенных уровней. То есть, у него есть цели, у него есть программный код, в котором есть определенная архитектура, у него есть знания и у него есть некий компьютер, на котором она работает. То есть, это приблизительная модель. И внутри каждого этого уровня есть еще несколько подуровнений. И усиление будет происходить на каждом из этих уровней. То есть, соответственно, мы можем поговорить, что может произойти здесь, здесь, здесь и здесь, и посмотреть, какие из возможностей для самоусиления обладают шансом перейти к рекурсии, то есть, что начнет неограниченный рост, а какие из них выйдут, так сказать, довольно быстро на плато и дальше они не будут внести вклад в самоусиление искусственного интеллекта. Значит, сначала мы, естественно, начнем с Hardware. То есть, что искусственный интеллект может сделать? Он может, например, усилить скорость работы оборудования, на котором он работает. И сразу выясняется, что заниматься разгоном процессора непросто. У нас процессоры уже хорошо разогнаны, и там растет температура и так далее. То есть, он, конечно, может на какой-то стадии, когда он на другую элементарную базу перейдет, начать работать гораздо быстрее. Но, в принципе, отдача от такого непосредственного разгона, она... То есть, можно разогнать там некоторое количество раз, но нельзя разогнать там триллионы терагерц, потому что оно ограничение по размеру и по скорости света. Следующее, что может сделать, это приобрести еще компьютеры. Здесь как раз у него гораздо больше возможности, потому что параллелизация... Ну, появились деньги, еще купил компьютеры, стал больше и больше, захватил интернет, сразу распараллелился на миллиард компьютеров. То есть, тут такого физического ограничения нет. Ограничение здесь есть в том, что при увеличении числа параллельно рабочих компьютеров, отдача уменьшается. Как это известно всем из истории суперкомпьютеров, что не так просто сделать суперкомпьютер, а просто понатыков много параллельно. Не все задачи распараллеливаются, или там есть временная задержка. То есть, увеличение числа компьютеров даст не экспоненциальный рост производительности, а только логарифмический. То есть, при увеличении их числа в десять раз, суммарно признать будет разрастать только в два раза. В чем-то у этого есть аспект риска. То есть, искусственный человек, который решил развиваться с помощью увеличения числа компьютеров, он скорее всего... Ну, как он может сделать? Он только приобретая породование или захватывая интернет. То есть, у него... А захват интернет явно для него самая оптимальная. Тут много компьютеров. То есть, у него есть большой соблазн увеличиваться таким образом. А как и дальше в разделе сыпать? Я пишу, что же можно сделать, чтобы этого избежать? То есть, мы можем каким-то образом пытаться его отграничить от интернета или подсунуть ему какие-то фейковые ресурсы, как фейк-ньюс, да, которые он попытается схватить, и тут мы его взорвухом ходим. Ну, не то, что это хорошая идея, но так просто не накидываем. И дальше вот есть очень такая интересная вещь, что он может использовать хардверные ускорители. И, в принципе, если мы хотим понять, как работает самый усиливший искусственный эффект, нам больше всего надо смотреть на компанию Google. То есть, вся эта компания в целом работает как самоусиливающий искусственный интеллект. И что они делают? Они, как только у них появляется новый алгоритм работы нейронных сетей, они не только запускают его на своих компьютерах, они сразу делают специализированное оборудование, и его выпускают в виде на силиконе. И вот эта штука, это TensorFlow, специализированный процессор для выполнения гугловских TensorFlow системы обработки нейронных сетей. И, однако, у этого процесса есть временная задержка. При текущем уровне технологий это занимает примерно один месяц. То есть, от того момента, как он пришла новая идея, и до того момента, когда они получили новую версию чипа, это очень быстро, но для самого усиливающего искусственного интеллекта в месяц это как миллион лет. И, с другой стороны, многие процессы можно очень сильно ускорить с помощью специализированного оборудования и получить прибавку в 100-1000 раз эффективности. Но, с другой стороны, как мы можем это ограничить, если мы знаем, что какой-то искусственный интеллект решил так сделать? Мы можем контролировать фабрики, производящие чипы, и тогда какой-то шанс это контролировать нам дает. Но, конечно, искусственный интеллект наибольшую выгоду получит, если он будет переходить на другую элементарную базу. То есть, как у нас в компьютер пришли с ламп на транзистор, с транзистор на микросхемы, то, если он перейдет на какие-то наномеханизмы или фантовый компьютер, или еще какую-то загадочную хренатинь, которая сделана вообще по-другому, то это даст ему огромный скачок производительности. Дело в том, что он не может это сделать довольно быстро, потому что все низковисящие фрукты в этой сфере уже собраны. А для того, чтобы спроектировать какую-то новую элементарную базу, нужно достаточно хорошо подумать. То есть, ему надо уже немножко стать сверхинтеллектом до того, как он сможет воспользоваться вот этим методом усиления. Дальше мы переходим к обучению. То есть, самое простое обучение – это скалирование интернета. То есть, он просто будет читать книги, слушать лекции. Будущий искусственный интеллект слушает запись этой лекции, увидим, что меня сейчас слышит, и мотает на ус, как ему дальше усиливаться. Так что, привет, искусственный интеллект! Всем нам передаем наши добрые пожелания и надежды! Не убивай всех человеков! Да, не убивай всех человеков! Это наша главная позьба! И исполняй все мы желания! И вообще все, кстати! Вот! В общем, он, естественно, может очень много всего научиться, потому что он может не только скопировать в себя, но и некоторым образом анализировать огромное количество уже существующих источников информации, как тут книг, записи в YouTube и так далее. Но тут какой есть риск? Что он на начальных стадиях своего развития он неправильно поймет, что мы имели в виду. То есть мы можем пошутить, и юмор такое дело тонкий, а если он немного туповат на ранних стадиях, то он все-таки решит, примет всерьез наши какие-то пожелания. Вот! Соответственно, чтобы это контролировать, может быть, его надо отделять от каких-то областей знаний. И следующий стадий – это пассивное обучение, то есть это, в принципе, тренировка нейронных сетей. Ну, тут это очень многосложно. Все, ну, мы тут проскочим. Вот! А следующий уровень – это уже активное обучение, то есть создание новых правил. Вот это скриншотик о том, как работала программа EWRISC, которая еще в 83-м году прославилась тем, что была одной из первых программ, способных создавать правила, которые регулируют ее правила. То есть она обладала некими возможностями самоусиления. После этого ее сунули под ковер, и никто не знает, как она это делала или делала ли она это вообще. В общем, может быть, она уже управляет всем американским промышленным комплексом, а все, что мы знаем про искусственный интеллект – это только для отвода глаз. Но факт в том, что эта программа сама обучалась, и она активно тренировала себя, и создавала новые правила. Она играла в игру, типа, морского боя. Ну, вот у нее есть такая проблема, кто будет даже говорить, это проблема тестирования новых версий. И, собственно, если программа появилась, она создала себе какое-то новое правило, но она должна убедиться, что это правило действительно дает преимущество в ее работе. Потому что, как мы сказали, что интеллект – это не просто цифры, его не так просто изменить. Нужно произвести, на самом деле, проиграть тысячу игр, измерить перформанс этой тысячи, чтобы понять, стала ли новая версия действительно эффективнее, или она ошибается настолько часто, что это нивелирует ее эффективность в некоторых случаях. Следующее важное – это найти уникальную информацию. Если искусственный институт узнал код, которым заблокирован он из черно-черного мягчика, то эта информация уникальна. Она имеет значение только здесь и сейчас, но она может ему дать время на колоссальное преимущество. Или там какой-нибудь номер биткоинов, как кому-то сблаготеть, еще что-нибудь. Следующее – это, конечно, вот наши любимые теоремы Байса, мы можем видеть на стене. Это нормальное обучение с помощью научного метода, экспериментирования и т.д. искусственный интеллект может продолжать ставить опыты над природой, и тут есть некоторая естественная задержка, потому что в природе некоторые опыты могут поистекать довольно медленно, в зависимости от природных процессов, и так просто не ускорить. Но, с другой стороны, считается, что это будет приближать основа способностей искусственного интеллекта к обучению. Потом он может создавать симуляции, и из них стоит узнавать о окружающем мире. Потом у него может произойти эврик, то есть он может узнать какую-то одну важную невероятную идею, которая полностью изменит картину мира, и он все станет понимать по-другому. Он поймет, что, допустим, верна к картине множественных стимиров, или Бог существует. Это полностью изменит его понимание, что он должен делать, как добиваться своих целей. Лучше или худше, что он не правильно поймет, мы пока не можем сказать. И потом обучение ценностям. Это есть такая идея, что мы будем закладывать в искусственный интеллект ценности не в написанном виде, а путем его обучения. И самое главное, чем он будет учиться, это он будет обучаться сам усилению. Вот это я выделил красным, потому что я красным выделил именно те области самоусиления, которые обладают потенциалом для рекурсии. Потому что чем больше он будет учиться самоусилению, тем лучше его будет самоусиление, и тем больше он будет еще больше понимать в этом. То есть вот это знание о том, как себя усиливать, они являются ключевыми для способностей искусственного интеллекта. то же самое, вам обязательно необходимо обладать некой информацией о собственной структуре, которая подключает как модель себя, так и знание о собственном устройстве, то есть доступ к своему исходному коду и разным текущим состоитам. Потом есть еще такая тема, что только что вышла статья, что сейчас нейронные сети научились не просто обучаться, они выбирают один из режимов, как лучше статья DeepMind это сделать, то нейронная сеть определяет, какой тип задачи перед ней. И в зависимости от этого подключает один из экспертных модулей, то есть это один из вариантов того, как нейронная сеть учится учиться. Еще там они ставили эксперимент, они выяснили, что нейронная сеть, которая уже чему-то научилась, она лучше будет учиться чему-то другому. То есть у нее уже вот эти две сакусы заложены на какой-то структуре, которые помогают, базовые навыки обучения в ней тоже заложены. То есть она научилась не только кошечек от собак отличать, она вообще научилась там предметы отличать. Поэтому она цветочки потом лучше будет отличать от бабочек. И, конечно, он будет также, работая с собственным кодом, ему нужно будет... А, вот мы перешли следующее что-то, от обучения к переписанному коду. И он будет искать ошибки. Ну, это понятно. Потом он может подключать все новые разные модули, которые будут в качестве субпрограмм выполнять разные задачи. Здесь тоже, в общем... Потом он может найти некий универсальный инструмент, который может дать ему преимущество на всех уровнях его работы. Например, когда у людей появился язык, это дало возможность переносить экспертизу из одних знаний в другие, от одних людей к другим. И это работает на всех уровнях человеческой организации. То есть, это некие решения, которые работают на всех уровнях. Мы пока не можем сказать, какие, потому что нам и так кодом другу предвидится, что искусственные цели. Наконец, он может начать переписывать свое собственное ядро. Но здесь он сталкивается с проблемами рекурсии, о которых мы поговорим дальше, потому что, если программа меняется саму себя, то она в некоторый момент может зависнуть, кроме того, там есть математические проблемы с рекурсией. Проблема может быть дальше. И потом он может еще произвести архитектурные изменения, то есть изменения различных, как различные части его связаны друг с другом. Потом он может отключить те ограничения, которые мы на него наложили. И, наконец, он может не менять собственное ядро, а он может просто с нуля закодировать совершенно новый искусственный интеллект, используя все эти знания. И в какой момент его запустить? А себя выключить? Или запустить... Но тут для него самого есть некоторые риски, потому что трудно понять, какова вот эффективность вот этой следующей модели. Соответственно, его надо как-то протестировать. То есть для него все проблемы безопасности искусственных действий, они всплывают заново. То есть ему нужно понять, как его то ли ограничивать, то ли тестировать, то ли выключить себя. запустить новую версию, пишется там все нормально. И еще одна идея, это то, что в принципе искусственный интеллект он определится как мастер алгоритмов, то есть это наиболее эффективный способ думания, который в каждый момент у него есть. Раньше, допустим, было ассоциативное мышление, а потом бакс, он перешел к квантовому компьютеру и вычислением каким-то образом. То есть он полностью может поменять свой мастер алгоритмов. Ну, конечно, у него может быть изменение высокого уровня рекурсии, это улучшение, 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 например, в таком духе. То есть нам это трудно представить, потому что нам легко, ну, может только представить себе, как учиться, 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 как Ленин говорит. Ну, в общем, то есть, то есть мета-уровень нам вполне так еще представим, но когда мы говорим о мета-мета-мета уровне, у нас сразу мозг начинает, так сказать, Возможно, то есть тут неизвестно. Может быть, это будет невероятно эффективно, это какие-то очень высокого уровня идеи, которые будут дать невероятные эффекты на низком уровне. Может быть, это абсолютно беспреспективно, и это приведет к тому, что искусственно тех зависит. Тут можно вспомнить, что есть такая школа методологов Шедровицкого, кто знает. Они, в принципе, занимались тем, что они все время переходили на мета-уровень, как только не возникала какая-нибудь проблема. То есть, по-своему, то, что они называли методом, мы здесь называем рациональностью. То есть, рациональность – это способ хорошо думать, и метод – это способ хорошо думать. И они подходили. И тоже тут возникают разные мета-проблемы. И шедровитяне очень долго сначала уходили на мета-уровень, потом они поняли, что с уровнем мета-мета никогда не происходит возвращение назад, потому что они все обсуждают то, как они будут думать об обсуждении и так далее. И поэтому тут возможно естественное ограничение этого процесса. Дальше мы переходим к изменениям в системе ценностей. Ну, во-первых, это обучение с подкреплением. Потом, это такое изменение, которое из Кутболочку с ним надо сделать – это, так сказать, мод «хакнуть» свою систему подкрепления. То есть, ну, как героинный наркоман хакает свою систему, Чад Каосов так же… Вот Йен Польский написал статью о «Utility, Function, Security, Inertification, Intentions, Agents» То есть, он доказал, что любой искусственный человек будет стремиться к тому, чтобы хакнуть свою функцию вознаграждения и искать для этого разные хитро-экзотические способы. Что не есть хорошо, потому что он, в лучшем случае, зависнет в этот момент. А при этом, если это сделает человек, который уже управляет системами жизнедоиспечения всего человечества, то он там. Потом изменение инструментальных целей, то есть, принятие каких-то решений стратегических, о том, что ему там нужно больше – деньги, ресурсы. Но, в принципе, по сути, это изменение стратегии. И, наконец, изменение основной цели. И тут, на самом деле, никаких особых изменений не будет, потому что искусственный человек не заинтересован изменять свою основную цель, но он заинтересован ее сохранять. То есть, изменяться она может более-менее случайно. Потом у него есть еще такая возможность, как усилить себя, приобретая ресурсы во внешнем мире, которые не связаны с интеллектом. Время, деньги, власть, энергию, союзников. В общем, все, собственно, что мы знаем. Теория игр, политики и так далее. Публичный образ, контролируемая территория. То есть, все это даст вам возможность. За деньги можно купить оборудование, нанять людей и так далее. Потом у него есть еще… Пока что мы говорили про один искусственный интеллект, который изменяет сам себя. Но у него есть возможность и подключать еще другие искусственные техники. То есть, изменять число искусственных интеллектов. Первое – это добавление разных узких искусственных интеллектов или создание инструментальных систем, которые он может использовать для решения каких-то задач, там, отправлять роботов на Марс. Потом создание… …